Сотрудники агентства по противодействию коррупции Казахстана помогли сохранить в казне 41 миллиард тенге, вместо 5 миллионов тенге 15. Именно на такую сумму Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области хотел закупить медицинскую одежду для врачей. Это, а также другое необоснованное завышение цен республиканские оперативники фиксировали по всей стране. Чаще всего госслужащие раздували бюджет на покупку канцелярских товаров, бензина, компьютерной техники и продуктов. Больше всего нарушения выявили в организациях образования и здравоохранения. Всего за прошлый год в республике выявили около 2000 коррупционных случаев. Это рекордный показатель за последние пять лет. Например, в марте 2023 года районный отдел образования Кустанайской области планировал закупить 43 тысячи литров летнего дизельного топлива по 580 тенге за литр. В то время цена составляла менее 250 тенге, что означало двойное завышение цены. По итогам вмешательства антикоррупционной службы предотвращен убыток в сумме 14,8 миллионов. В Могилеве с участием главы администрации президента подвели итоги развития региона за 2023 год. Депутаты и стратеги, медики, руководители предприятий и общественность. На откровенный и конструктивный разговор собрались представители разных сфер. 330 тысяч квадратных метров. Регион выполнил план по выводу эксплуатации жилья, в том числе арендного. Отремонтировали и построили все запланированные дороги и мосты. Улучшать инфраструктуру будут и в 2024. Удвоились задачи по объемам и сумму поддержки из республиканского бюджета. Семь районных клиник ждет модернизация. В некоторых она уже началась. Инвестиции государства направлены и в сельское хозяйство. 200 миллионов рублей на возведение 10 молочно-товарных комплексов. Обеспечены бытовые условия, современные технологии и квалифицированные специалисты. Все для работы на результат есть. Говорили и об электоральной компании. Она находится в активной фазе. Внимание не только организационным моментам, участникам комиссии магитации, но и максимальной информативности и вовлечению людей в этот важный процесс. Не приводя даже цифр, видно, что по некоторым направлениям финансирование было увеличено в разы. И точно такая же направленность сохранится в 2024 году. И вот то, о чем сегодня и говорилось, нужно более активно, на конкретных примерах, говорить и показывать сегодня населению, нашим людям. Эту работу нужно проводить всегда. И, конечно же, внимательно относиться к тем вопросам, к проблемным, которые сегодня ставит перед нами население. По инициативе главы государства этот год объявлен годом качества. Качество, в широком смысле слова, качество нашей жизни, качество производства и качество всех проводимых мероприятий, в том числе и общественно-политических, чтобы они были интересны, актуальны, имели конкретную направленность и результаты. Спасибо государству, президенту нашей страны, правительству. Были выделены ресурсы по многим направлениям. Мы их освоили, и то, что было обещано людям, сделано. Сегодня мы обозначили многие направления, где у нас получается, где не совсем. Но самое главное, наверное, то, что мы видим наши проблемы, и мы знаем, как их решать. В мире дорожает дизельное топливо. Средняя цена за литр больше доллара или 570 тенге. Эксперты связывают этот тренд с различными факторами, включая восстановление мировой экономики после пандемии. На рынок влияет подорожание нефти, а также увеличение спроса на энергоресурсы и геополитические события. По данным аналитического портала, самая высокая цена в мире зафиксирована в китайском Гонконге. В среднем 3 доллара за литр. Это почти полторы тысячи тенге. Рост цен на топливо создает вызовы для таких индустрии, как транспорт и сельское хозяйство. В Германии, например, к забастовке фермеров, которые продолжаются уже 4 дня, присоединились машинисты пассажирских поездов. Непростая ситуация на Кубе. Там власти намерены повысить цены на дизельное топливо в 5 раз. Новый тариф вступит в силу в феврале. Окончательная стоимость будет зависеть от марки и качества горючего. Правительство считает, меры позволят восстановить экономику страны, которая пострадала из-за санкций и пандемии. Отметим, средняя ежемесячная зарплата на Кубе – 300 долларов. Нынешние цены бьют по карману жителей. В японской префектуре Исикава между тем раздают топливо бесплатно. У заправок выстроились очереди из автомобилей. Акцию проводят местные власти в качестве помощи пострадавшим от недавних землетрясений. Отметим, что литр дизеля в Японии стоит больше доллара или 460 тенге. Между тем, Великобритания начнет производить собственное ядерное топливо на основе урана. Это позволит королевству уменьшить зависимость от импорта и повысить энергетическую безопасность, а также достичь углеродной нейтральности к 2035 году. Примерно в это время должен заработать первый в стране завод по производству уранового топлива. Для этих целей планируется инвестировать 300 миллионов фунтов стерлингов. Это почти 173 миллиардов тенге. Отметим, сегодня такой вид топлива выпускают лишь в России и США. Причем штаты не экспортируют его из-за небольших производственных мощностей. Забастовка профсоюза машинистов сильно повлияла на железнодорожное сообщение в Германии. Как пассажирское, так и грузовое. Нам пришлось убрать с путей около 20% поездов. Региональные перевозки тоже сократились. Региональные перевозки тоже сократились.